Здравствуйте, уважаемые телезрители. О чем мы с вами будем сегодня говорить? Сегодня очень много говорится о том, что наши граждане должны быть более инициативные. Громадская инициатива поддерживается по всем направлениям. То есть формируется какое-то новое сознание нашей громады, нашего общества. И вот у нас сейчас в студии, я хочу вам представить, Лиля Кислицына. Лиля как раз депутат Краматорского городского совета. И человек, которого я уже знаю больше 10 лет, который всегда занимал активную общественную позицию. В общем-то, поводом для того, чтобы пригласить Лилю в студию, было много поводов. Но тут я увидела в Фейсбуке, что Лиля с группой женщин, женщин и депутатов, и руководителей наших образовательных учреждений, были в Литве. И вот именно этот момент привлек наше внимание. Вот это уже такая международная деятельность. Вот я бы хотела, Лиля, узнать, и чтобы наши телезрители узнали, что послужило поводом для этой поездки, почему она была организована, ну и в конце концов, что она даст. Я думаю, и Краматорскую, и Славянскую, возможно. Я хочу, во-первых, поблагодарить Наталью за то, что вы меня пригласили в студию. Это для меня большая честь. И, конечно, хочу сразу же сказать о том, что гражданские инициативы, активная общественная жизнь, это то, чего не хватает сегодня нашему обществу для стремительного развития. Когда человек будет понимать себя вне общества, вне государства, когда он будет сидеть и думать, что моя хата с краю, и без мэна и так порешают, мы очень медленно будем развиваться. А может быть, развиваться даже не туда, куда хотелось бы нам. И поэтому я хочу сказать, что, наверное, с 2002 года я занимаюсь активной общественной позицией, особенно женским движением. И на сегодняшний момент это все привело к тому, что на сегодня это движение привело к тому, что мы представляем нашу Украину на государственном уровне, а также и на уровне международном. Первая встреча с президентами других государств. И активизировалась, и это стало реальностью именно после событий 2014 года, когда сегодня особенно жители Донецкой области не должны сидеть, а должны говорить, чтобы их услышали. И эта встреча стала возможной из-за моей деятельности в клубе женщин «Женки Украина», в совете которого я и состою. И нас там больше около 200 женщин с активной жизненной позицией. Это Донецкой области или все Украины? Нет, это всеукраинский клуб. И около 200, которые представляют и образование, и женщины бизнеса, и женщины с культурной миссией. Скажем, женщины с активной жизненной позицией. И одна из последних поездок, это была поездка «Деловая Литва». В мае месяце в городе Одессе проходили наши всеукраинские, даже международное собрание «Евровумен-2016», где мы обсуждали там все наши вопросы, наши деловые активности, где наш клуб находится сегодня, как женщины представлены в Украине. И на это собрание приехали представительницы из Литвы, Аста и Кристина. Им очень интересно было знать, что происходит сегодня на Донбассе, потому что именно Литва заняла активную позицию в поддержке нас, жителей Донбасса и Украины, в целом в 2014 году. Мы долго, кроме нашего собрания, разговаривали с Астой, с Кристиной о всех событиях, которые у нас были в 2014, о тех изменениях, которые идут сегодня, в 2015 проходили, в 2016, о тех выклыках, которые сегодня мы сталкиваемся, как мы их решаем. И мы говорим, что было бы очень хорошо встретиться с вашим президентом, потому что ваш президент Даля Грибовская является сегодня для нас образцом женщины с твердой жизненной позицией и женщиной, которая первая рассказала странам Европы, что происходит в Украине. И вы знаете, так было удивительно, что в мае месяце мы поговорили, и очень быстро, в июне месяце нам сказали, что нас готова принять у себя госпожа президент Литвы. И мы собирались в эту поездку. Поездка была запланирована на октябрь, и она состоялась. И наша делегация в составе 19 человек. Из них было трое мужчин, сразу хочу сказать, в нашей делегации мужья активных женщин. И из этой делегации именно пять человек, которые представляли нашу Донецкую область. Мне, например, это очень... Я горда таким количеством. И самое интересное, что это женщины, которые представляли нашу Донецкую область по разным направлениям. Это направление Освиты, это направление бизнеса, это направление, чем я уже занимаюсь, политики. И также Ольга Ларина представляла и наш регион, и говорила, как временно переселенная ВПО, скажем так. А вот бизнес и образование кто представлял у нас? Образование представляла руководитель управления образования нашей ОДА Донецкой области Надия Оксенчук. Бизнес представляли Алена Близнюк, Ольга Ларина. Также образование представляла кривница Смарахдового места, реабилитационного центра Галина Демченко. И я представляла и бизнес, потому что на сегодняшний момент я директор по маркетингу и развитию компании System Cable Traces, а также депутат Краматурской и Минской Рады. И какие вопросы вы обсуждали? Вот вы приехали, вы рассказали о положении бизнеса, образования в Донецкой области, в Украине в целом. Да, ну смотря с кем мы обсуждали, потому что наша поездка, она была очень многогранная. И она состояла из многих встреч. Первая встреча, это была с госпожой президентом. Она была запланирована в понедельник, 45 минут, 17 октября. Хочу сказать, что выехала я в свой день рождения на эту встречу. Вот и 17 октября в 14.00 мы уже были все в сборе у президента. Между прочим, хочу сразу сказать, что наших мужчин госпожа президент не приняла. Сразу нам поставили условие, что общаться мы будем на английско-украинском языке, поэтому нам понадобился переводчик, потому что англоязычных у нас оказалось не так уж и много. И это большой пробел в развитии нашего государства. И я хочу сейчас открыто заявить, что это и мой пробел, который я там пытаюсь на сегодняшний момент, это белое пятно в своей биографии, как-то сделать цветным. И всем рекомендую, потому что без этого развития не будет. Но я благодарна очень, что судьба повернулась так, что госпожа президент Литвы, она все-таки дала согласие говорить на русском языке. И когда ты говоришь без переводчика, то ты понимаешь все оттенки и нюансы, которые можно понять. Так вот, встреча была запланирована на 45 минут, длилась 2 часа. Нам было очень интересно слушать, потому что это та женщина, это тот политик, которого хочется слышать и слушать. Это многогранный опыт, это мудрость такая жизненная, это правильное поведение. Это все, безусловно, нам даже не хотелось задавать вопросы, а просто хотелось слушать то, что она говорит. О чем мы говорили? Ну, первое, мы говорили, естественно, о той ситуации, и было узнать, что же сегодня происходит в Украине и как обстоят дела. Мы выражали большую благодарность за ее поддержку в 2014 году. И она сказала, что ей это было сделать не так уж и просто, потому что, как только она сделала громкое заявление в отношении Украины, Путин сразу же начал, подвел войска к границе и начал бряскать оружием. И, естественно, жители страны, они были обеспокоены этим. Зачем им какая-то Украина, если здесь начинается нагнетание этой ситуации? Но госпожа президент Литвы Даля сказала, что без этой истерии нам, маленьким государствам, невозможно. Потому что нужно заявлять, они это уже пережили. Когда стремились попасть в Евросоюз, они, Литва в Евросоюзе с 2004 года, и поэтому все это пережив, они уже знают, с чем столкнулась Украина. Сценарии одни и те же. Также я и передала большие приветы от представителей наших вооруженных сил Украины, потому что именно они оценили большую поддержку Литвы не просто на словах, но и на деле. И Даля сегодня очень много беспокоится о вооруженных силах Литвы, о том, что происходит. И также показывает всем своим поведением, что Украина тоже должна сегодня об этом заботиться. И без этого момента мы, как государство, не сможем развиться взаголи. О чем мы говорили еще? Когда наша делегация начала говорить о том представителе, что вот у нас так все плохо, у нас коррупция, у нас там где-то там президент не то, министр не те. Она сказала, что только вы, вы сами, народ Украины, может построить ту Украину, о которой вы мечтаете и которую вы хотите. Мы вам можем только помочь. Мировое сообщество может только помочь. Но только вы сами, потому что вы есть народ. Что еще интересного сказала? Что вы знаете, когда, что сейчас там, когда тоже риторика пошла о том, что вот мне уголовные дела нужно рассматривать. Она говорит, стройте будущее. Компетентные организации должны заниматься этими вопросами. А мы должны быть нацелены на строительство будущего. Как кто-то говорил, что хватит смотреть взад. Поэтому давайте строить будущее. Еще была риторика, естественно, о тех сложных моментах, насколько сложно быть женщиной в политике. И я сейчас очень много внимания своего времени уделяю гендерным вопросам. Вместе с фракцией, которая существует в межфракционной объединении Верховной Раде, ривней мужливости, которую возглавляет Маша Ионова, мы подаваем вопросы активного участия женщин в жизни Украины. Потому что без этого, как показывает статистика, как показывает мировая практика, невозможно. Потому что на сегодняшний момент самая продвинутая страна в социальных вопросах – это Швеция. И самое правильное, потому что 40% женщин активно участвуют в жизни Швеции. И шли они к этому, поверьте, очень долго. И на сегодняшний момент, если взять статистику, которая есть в Украине, она очень печальная. А женщина в Украине, она играет очень большую роль. Роль большую в семье и роль большую в государстве. Только ей нужно дать возможность это делать. Вот как дать возможность? Дать возможность, я хочу сказать, это, во-первых, что женщина, начиная со школы, должна понимать, что она такая же, нет вообще женщин и мужчин. Не то, что в плане сексуального развития, а в плане возможности. На сегодняшний момент женщину никогда не оценивают по потенциалу. Поверьте моему опыту, который уже есть. Ее оценивают по реальным делам. Мужчину оценивают по потенциалу. Я думаю, что, глядя на нашу страну, мне бы очень хотелось, чтобы реализация женщины, она была все-таки, она была свободней. Она могла себя реализовать. И детский сад работал именно до того времени, когда она освободится и придет спокойно забрать своего ребенка. И если она как депутата, депутаты городских советов сегодня не имеют возможности работать отдаленно от своего предприятия, им нужно сочетать это все, то она должна тоже не думать над вопросом, где будет находиться ее ребенок. И не только депутаты. Потому что мы идем к тому, чтобы все-таки, ну, как нам рассказывают за рубежом, в той же Америке, люди работают на двух работах, на трех работах. И работают, и в выходные работают. Мы к этому идем, тем более у нас, где у нас такой низкий уровень жизни, поэтому приходится работать как можно больше. Мне нравится, что мы идем. Я всю жизнь работаю на нескольких работах. Хочу вам открыть секрет. Это ли я вы? Но в большинстве, то есть, опять-таки, мы привыкли работать на одной работе и приходить домой. В общем, это нормальная женская жизнь. Работа, приходишь домой, делаешь, там готовишь. Да, опять же, второй вопрос. Да, готовишь, дети, там, и то, и все. И кто считал эту работу, правильно? Ну, никто пока. Ну, работа не считается. На самом деле, сегодня очень многое зависит от мужчины, который есть будущий муж или твой реальный муж. Сможет женщина реализоваться или нет? Это с него молчаливого согласия. На самом деле, некоторые мужчины не хотят, чтобы женщины становились управленцами или возникают какие-то вопросы, проблемы, которые там доводят до развода, потому что существуют стереотипы, которые на сегодняшний момент там нужно немножко стереть. Давайте вернемся к Литве. Давайте вернемся к Литве. Так вот, отдали, хочу вам сказать, кстати, что она говорит. Она сказала, что она не мечтала быть женщиной-президентом. Никогда. И вот когда она стала президентом, а почему? Потому что ее окружение заметило, что она имеет, во-первых, имела колоссальный опыт, уже работа на международном уровне и так дальше, образование и все. Но окружение заметило, что именно она обладает такой чертой, как решать вопросы, когда ситуация патовая. И вот в Литве кризис, кризис, который мировой, 2008 года экономический кризис. И ей предложили свою кандидатуру выставить на пост президента. И первая каденция, в которой она была, и когда она стала президентом, это говорит ответственность. Во второй раз она пошла, потому что она думала о безопасности своей страны. И вот уже два срока, которые последние, потому что в Европе больше нельзя. И я считаю, что это очень достойный президент для государства Литвы. Ну, получается так, что женщина должна быть все-таки или женщиной, или руководителем страны. Тут нужно что-то выбирать. Поскольку время передачи у нас все-таки достаточно коротко, было бы все равно интересно узнать о тех результатах, с кем мы там все... Что вы узнали и что вы принесли обратно к нам, в частности, в Краматорске, возможно, даже в Словянске. Ну, я хочу сказать, подытожить уже результат нашей встречи с президентом Литвы. Это еще одну фразу, которую она сказала, что делает все, чтобы у нас был в ближайшее время межвизовый, безвизовый простер. Это очень важно для наших граждан. И мы разговаривали на тему информационной войны. То есть там наработаны определенные задачи. Дальше у нас были встречи с нашими женщинами Литвы из деловой сферы, представителями торговой промышленности, палат, организованные встречи. Они состоялись в Министерстве иностранных дел. Выступал министр иностранных дел Литвы, его советники. И здесь мы услышали, насколько женщины Литвы и креативны, и у них очень удачно все получается в бизнесе. И наметили точки соприкосновения по заключению деловых контрактов. Причем они есть там во всех сферах. И электрификация в том числе, как это казалось бы, да? И промышленности, насколько она там есть. Дальше у нас были встречи в нашем посольстве. Я хочу отметить посла Украины в Литве. Это удивительный человек, потому что он сам нашел нашу делегацию, пригласил в свою резиденцию. И мы встречались вместе с его женой. И хочу сказать, что мы наметили вместе с советниками по гуманитарным вопросам Светланы Ковтун, и вместе с советником посла по промышленности, это Владимир, мы наметили вопрос именно наше деловое сотрудничество с Литвой уже четко. А вот как так? Вот, собственно говоря, громадская инициатива и деловое сотрудничество. Ну, я же представляю предприятие, которое является предприятием-производителем в Украине. То есть это как бы личный бизнес. Ну, я хочу сразу сказать, что вся моя поездка, это моя инициатива, наша инициатива громадской организации. И никто нам ее не спонсировал. То есть мы все спонсировали, оплачивали за свой счет. Поэтому и для государства сделали на общественных инициативах, ни копейки не получая, и для нашего бизнеса. То есть это... В общем, у вас так все сложилось? Все складывается, если вы хотите. Поэтому самое главное – ваша активность. Все сложится обязательно. Кстати, об образовательных программах. То программы наших отношений между Донецкой, Луганской области и Украиной в целом, с Литвой, они уже сегодня реальность. И сегодня вы можете все зайти на сайт «Посла Литвы» в Украине и посмотреть эти программы. Причем этот сайт на украинском языке, поэтому он доступен. И для кого это интересно, для деток, школ и еще раз напоминаю, высших учебных заведений, пожалуйста, смотрите и пользуйтесь. И сегодня мы поговорили, в частности, Надея Оксенчук, руководительница УДА образовательной сферы, по поводу обмена учащимся, по поводу даже проведения таких вот дней Донбасса в Литве. И я думаю, что все это обязательно станет реальностью. А вот что больше всего вообще в этой поездке больше всего поразило? Ну, кроме встречи с президентом, что еще запомнилось так? И что еще, возможно, можно еще внедрить у нас здесь? Вы знаете, Наташа, очень хороший вопрос. И с любой поездки возвращаясь, я всегда делаю вывод. Вот что мне резало слух и было постоянно перед глазами? Так вот, что я вам хочу сказать. Что первое, это то, что люди, жители Литвы, не отделяют себя от государства. И я уже писала в социальных сетях об этом. И хочу еще раз сказать, что начиная от водителя трансфера, который нас встретил, и заканчивая там всеми моими встречами в Литве, это люди, которые видно, что они активно участвуют в жизни государства и принимают в нем решения. Потому что, когда я говорю, что мы приехали вашему госпоже президенту сказать большое спасибо, они говорят, да, далее, и мы, народ в смысле Литвы, поддерживаем Украину. Дальше идет такая риторика. Мы закрыли атомную станцию, потому что мы, в смысле народ, приняли решение евроинтеграции. А у нас она двухконтурная, и поэтому она не входит в эти понятия, поэтому пришлось ее сегодня закрыть. Дальше мы выбрали 33-летнего мэра Вильнюса, мы этот народ, потому что мы хотели инноваций, и мы их получили. Он же подвесил все здания, сделал подземную парковку под старым городом в Вильнюсе. И мы были сначала в шоке, но потом мы поняли, насколько это хорошо. Но просто вот эта вся риторика я к чему веду? Потому что мы, народ, определяем жизнь нашей страны, нашего города. И мы в нашей стране, получается, что мы один, это народ, а где-то президент, где-то правительство. И мы как будто бы не участвуем в выборах, мы как будто бы вообще не влияем на все эти процессы. И я хочу обратиться ко всем и к себе в том числе, что мы влияем. И по всему законодательству мы можем как выбрать, так и отозвать. Потому что все правительство вместе с президентом, вместе с депутатами, они, это мы их выбираем, это наши представители. И только когда это сознание у нас вот здесь вот укрепится, потому что все начинается с головы, у нас начнется строительство нашего правового демократического государства. И только так все начинается с нас. И как Даля сказала, что только вы, мы сможем построить ту Украину, о которой мы мечтаем. Спасибо большое, Лиля. Наверное, это событие для каждого, кто был в вашей делегации. И, наверное, будет что еще оценить и что еще как-то передумать. А я думаю, что это не последняя ваша поездка куда-то. И приглашаю вас, если вы где-то еще будете, обязательно приезжайте к нам и расскажите. Возможно, будет еще какой-то, может, видеоматериал, мы тоже его покажем. Спасибо вам большое за то, что пригласили. И хочу пожелать вашему телевидению, вашей телевизионной группе процветания, объективности и много новых тем о нашем хорошей действительности. Спасибо. Спасибо вашим телевидителям, что были с нами. Оставайтесь с нами. До свидания.